Алхамду лиллаке Робби лааламину Вас-салату 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 на дина Мухаммада ва ла алифи ва сахби ва салям 170-х хадис Анабих Урарта Радия Аллаху анху Бааса Расулю Аллаху Аллаху Алейхи ва саляма Умара а'алла садака Фа кила манаа Ибн Джамил Ва халит ибн Валит Валабас ибн Абдзилмуталеб Амму Расулю Аллаху Алейхи Салям Абу-Грай Рада будет довольным Аллах. Он рассказывал о том, что однажды пророк, салал Аллаху алейхи вассалям, послал Умара, радия Аллаху ангу, собирать закат. И пророку, салал Аллаху алейхи вассалям, сказали, что Ибн Джамиль отказался платить закат. Также Халид ибн Ували, также Аббас ибн Абдул-Матталиб, дядя пророка, салал Аллаху алейхи вассалям. На что посланник Аллаху алейхи вассалям сказал, то есть, во-первых, про Ибн Джамиля, сказал, что мешает или почему не хочет Ибн Джамиль платить за даха. «Ведь он был бедным, и его обогатил Всевышний Аллаху алейхи вассалям, что касается Халида, поистине вы причиняете ему зло, ведь он отложил свою кольчугу и свое снаряжение на пути Всевышнего Аллаха. Что касается Аббаса, то его закат на мне и также столько же на мне, то есть, его закат плюс столько же». Затем сказал Умар, разве ты не знаешь о том, что дядя человека, сыну Абиба, это вот пальма, когда пальма растет, из одной корня вот так две, два ствола уходят, вот это сыну называется. Вот, раз ты не знаешь, что дядя отца, то есть, дядя, имеется в виду Амур, а дядя мужчины, подобен, как ему, подобен его отцу, то есть, вот, как вот, считай, это его отец ствол, а вот это второй, это второй ствол пальмы, который из одного корня выходит. Принял ислам в пятом или шестом. году пророчество пророка Саал Саал Саамбураджаха, Абну Кафир, Анна Гу Хауляй Санат Тис'а. Ибну Кафир же сказал, что это было примерно в девятом году пророчество. «Фааззаллаху льмуслимин аби ислями, Всевышний Аллах спонталя дал мусульманам силу, или поддержал мусульманам, поддержал мусульман по причине его ислама. И из-за его силы, и из-за того, что неверующие его боялись». Он сделал хиджру в Медину до посланника Аллаха Саал 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 и присутствовал с ним во всех военных походах. «Фааззаллаху льмуслимин аби вакрады Аллаху ангу, и он стал халифой после аби вакрады Аллаху ангу, и очень много открытий было в его время. Открытие имеется в виду, открытие земель, распространение ислама. И он продолжал руководить людьми подобно его предшественникам, то есть пророк Саал 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 Бакру, в вопросе искреннего отношения, хазм решительности, джид серьезности, джихади. «Илян кутеля шагида на лаяди гулям Аль-Маджуси, пока он не был убит шагидом, руками молодого огнепоклонника Юда Абалюля, которого звали Абулюлю, хатта каббар аннас, ахина каббара биннаси в саляту фадр, когда он однажды начал совершать утреннюю молитву, то есть дав такбир, и через три дня после этого он умер и был похоронен в комнате Айши, да будет довольный Аллах. Что касается Ибн Джамиль, то есть некий человек, у которого была такая кунья, и кто-то говорит, то есть есть версия, что он был лицемером, но потом уверовал, альхамдуляя, и справился его положением. То есть он, получается, племянник был Маймун, племянник жены проруссалса. Ахаду Ашрафи Курайш был одним из почетных курайшитов, иль-джагилия, то есть во время джагилия, и один из смельчаков курайшитов. Шагида Маагум Аль-Хуруб Иль-Аль-Худайбия, он присутствовал вместе с курайшитами во всех битвах до битвы Худайбия. Сумма Аслам Атсана Саба Утаман Аль-Хиджра, затем принесла в седьмом или восьмом году по хиджре, Шагида Агаза Ватамута, присутствовал в битве при Мути. Вафатаха Макка, при открытии Мекки, в Таифе, при открытии Таифе, в Катале Ахля Ридда, и воевал с вероступниками, в Аль-Фарис, в Арум, вафатаха Демишку, и воевал с римлянами, и с персами, и с римлянами, и был из тех, кто открыл Дамаск. Пророк сказал, что Халид – это меч из мечей Аллаха, очень прекрасный, как говорится, друг. Умер в 21-м году, либо в Медине, по одной версии, по другой версии – Химс. Четвертый Аль-Аббас – Абульфадли, ибн, абдельмуталь, билькураш аль-Хашими, ахиду, амами, наби, саллахсам. Один из дядей, пророк саллахсам, со стороны отца. Улида был на два года старше пророк Салсам. Парок Салсам его уважал и проявлял ему почет. И говорил это остаток от моих предков. И он занимался поением паломников замзамом, как в джагилии, так и в исламе. И присутствовал на присяге при Акабе еще до того, как принял ислам. Вашайда Бадран Мальмушрикин присутствовал вместе с многобожниками в Битре Бадр, то есть на стороне многобожников. Уоусера Фафтада Навсагу. Он был арестован, но выкупил сам себя. Ураджа Альмакка Фабахи Яфия затем вернулся в Мекку и остался в ней. Уаслема Амальфат принял ислам во время открытия Мекки. Фагаджа раздел хиджру. Уальта Ахабин Нависал сам Филь Джохфа. Известился с правоком слов в совместности, который назывался Джохфа. Он присутствовал при военном походе на Макку и Аллах укрепил его стопы во время Хунайна, то есть когда некоторые сподвижников бросились вспять. Он обладал хорошим мнением и является обладателем хорошего разума. И в Шавирху, сахаба, сподвижники с ним советовались. И он был отцом правителей из рода Бануль Аббас, то есть аббасийский халифат, то что после Умавитов был Банумай. «У него было 10 детей, и ухали аннаху ухсия валаду гуфи амил альмиятэнь фабалагу саласова саласина альфан». Говорят, что посчитал кто-то, то есть есть такая версия, что посчитали его детей в 200-м году хиджры, и их число достигло саласова саласин альфан, получается 33 тысячи. Это понятно, что тот, у кого одна жена и рожает одного-двух детей, ни то сына, ни то дочь, никогда у него такого количества детей не будет. Это тот, у кого по 4 жены, тот, у кого каждая жена рожает по 15 детей. Вот у такого будет барак луфиком. 33 тысячи человек барак луфиком. Страна целая, Аллаху. Это только его дети. Представляете, только его предки, получается. Маудуль хадис хукму баас ас-суа аля садака. То есть, в хадисе тема какая? Послание людей для сборов заката. То есть, специальных людей для сбора заката. Баас а арсаля, то есть послал. Аля садака и закат ли кабдиха. То есть, чтобы собирать закат. Факиля или набью саласам валькай льумар. То есть, тот, кто сказал, это был умар. Валям юссарих бисмихи. Валям юссарих бисмихи. И не было упомянтое в имя. Ихфан лягу ау несьянан. Либо, чтобы не упоминать его имя, либо забыл. Параул. Мана ай дав закат. То есть, не захотел платить закат. Аму набью саласам. Ай аху абихи минал ап. То есть, брат его брата. Брат его отца. Баракулуфикум. То есть, по отцу. Вадзукера каравату льнави саласам. Тамгидан льма яти миндымани. Нави саласам льсадахати. Почему было упомянуто в хадисе Баракулуфикум. Потому что он являлся родственником пророка саласам. Как бы вступлением тому, что пророк салаллаху алейсалям выступит в виде гаранта за его закат. Илля анкана факиран. Илля маздареу. Мабада муау льмазар мафууль. Ли янкему. То есть, почему он так поступает? Он же был бедным. Его обогатил Всевышний Аллах. То есть, подтверждение, порицание тем, что похоже на хвалу. То есть, вы не отдаёте его право. Или не ущемляете его право. То есть, с какой стороны вы это делаете? С той стороны, что вы приписываете его к жадности, к закату. То есть, упомянул имя вместо местоимения, чтобы указать на величие его положения. Ихтабаса айвадаха хабисатан ла итасарраху фи. То есть, положил бараку луфикум. Что-то вроде как вакфа. Вакф, жесть. Как садака бараку луфикум. То есть, вакф. То есть, посвятил это ради Всевышнего Аллаха свое оружие. Адра гуджам дыра. Качуга вагия камисун. Юнсаджу мин халяк-ль-хадид. То есть, дыра. Это что? Это рубаха, которая делается из железных колец. То есть, кольчуга. То, что называется по-русски кольчуга. Одевается во время военных действий. То есть, чтобы обережься от стрел. То есть, снаряжение, которое готовится для войны, именно селях, будь это оружие или же скотина. То есть, на пути, который приводит к Аллаху субхан талли. Здесь под фисабилля подразумевается джигат на его пути. То есть, джигат для того, чтобы Слово Аллаха было превосше всего. И чтобы его религия была явной. То есть, я обязал себя его закатом. То есть, я обязал себя его закатом. И также подобное. То есть, таким же количеством. То есть, я умар, это не да, обращение. И подразумевается под этим обращением, чтобы тот, кому обратился, обратил внимание на то, что будет упомянуто после этого. Разве ты не чувствуешь, ама-алим? То есть, разве ты не знаешь? То есть, хамза истифам. То есть, подобен ему в основе. Как, допустим, две пальмы из одного корня. То есть, когда из одного корня Аллах сказал Сын Ванин. Но в Агайре Сын Ванин, Аллах говорит в Коране. То есть, пропали мы, когда упоминаем. То есть, бывает у тебя, когда две из одного корня вылазят Сын Ван. Единственное, что это будет Сын. Посланник Аллах посылал, то есть, работников, сборщиков заката, к тем, кто обладал имуществом, из которого выплачивается закат, чтобы собрать закат. То есть, из числа тех, кого послал для сбора заката, послал кого Умар Абдул-Хаттаба. И три человека отказались платить закат. То есть, эти трое людей. И об этом рассказали Пророк Саусам. И Пророк Саусам начал говорить об этих троих. Пророк Саусам не упомянул ему оправдание. Мало этого, он порицал его за то, что он отказался выплачивать закат. Он же был бедным и Всевышний. Аллах его обогатил. И тем более, то, что он обогатил, его обогащение должно побуждать человека быть из первых, кто выплачивает закат. Что касается Халид, то Пророк Саусам начал его защищать. И разъяснил то, что он является тем, с кем поступили несправедливо. То есть, справедливо с ним поступил тот, кто сказал, что он не хочет выплачивать закат. Причиной тому было то, что Халид все свои кольчуги, свое имущество положил, отложил в сторону для того, чтобы использовать их на пути Аллаха. То есть, Пророк Саусам сказал, когда ему сказали, что он не выплачивает закат, и он сказал, что вы, говорит, обижаете, или поступили с ним несправедливо, назвав или обвинив в том, что не выплачивает закат. Потому что Халид отложил свою кольчугу, свои кольчуги и свое снаряжение на пути Всевышнего Аллаха. Имаминас закат, то есть, отложил, чтобы не поэтому он не выплачивал закат. То есть, фаякуну хата. Имаминас закат, то есть, либо это в виде заката, он выплатил фаякуну хата дага. То есть, отложил, имеется в виду, как в виде заката. То получается, он его отдал. Либо это сделал он, барак луфикум, как желательный поступок. И если он сделал, как желательный поступок, то есть, как сделал вакфам свое оружие и так далее, то есть, если он желательное действие делать, неужели он обязательно и не будет делать? То есть, понятно, да? Тот, кто делает какой-то желательный поступок, не может быть такого, чтобы он, барак луфикум, не делал обязательный. Поэтому шейх вас сам говорит, тоже в шархе хадиса этого говорит, что, кстати, с Халида, то вы поступаете с ним несправедливо, обвиняя его в том, что он не хотел платить за кадр. Ведь он отложил свои кольчуги и свое снаряжение на пути всего шлаха, и как может тот человек, который приближается к Всевышнему Аллаху, тем, что для него не обязательно, делая то, что для него, то есть оставляя или отказываясь от того, что для него не обязательно, то есть невозможно подобного. Либо же, говорит шейх, либо от того, что он сделал эти вещи, как что-то используемое на пути Всевышнего Аллаха, либо же эти вещи, он говорит, то есть, которые имеются в виду кольчуга и так далее, то есть то, что у него имущество было, он все это имущество потратил на те вещи, которые используются в джигаде. А те вещи, которые используются для использования в джигаде, в них нет заката, потому что это же не сделано для того, чтобы в оборот пускать и так далее. Это говорит шейх Басан, баракалуфикум. Дальше говорит шейх, Ваммаля ба, что, кстати, аббаса фагадельтаза, нависал саманетфа заката англы, то пророк Саалсам обязал сам себя выплатить закат вместо него. Вазиду михляха татаван, и также добавить к его закату такую же сумму, татаван, то есть не в обязательном порядке, в желательном порядке, джабрали махасы, чтобы, как говорится, восместить то, что произошло. И точно так же, чтобы проявить щедрость, то есть излишив щедрость, и поддержать росы нузы, и потом он объяснил Умару, почему он взвалил на себя такую нушу. Потому что дядя человека подобен его отцу. Фаваду л-хадис, тем извлекаемым с хадисом, ашрует и ба, сусуа, ля хабди закат и минзави амаль. То, что у законе, на барах, в офикум посылать работников, сборщиков заката, чтобы они собирали заката, закат у тех, кто обладает тем имучным, с которым выплачивается закат. Второе, фадли умар идул-хаттаб, достоинства умар идул-хаттаба, хай сукана мауду и фикат имен Расулли, салаллаху салям. То есть, достоинство в том, что пророк, салаллаху салям, ему доверял. Третье, дозволено жаловаться на того, кто не хочет выплачивать закат. Даже если его положение будет высокое. И обязательным является пожаловаться, то есть правителю, если невозможно, то есть вытащить с того человека, который должен выплачивать закат, его закат, кроме как путем жалобы на него. Четвертое, баракулуфикум, таубиху аль-мумтани миналь-ваджаби ля-удр. Как говорится, порицание того, кто не хочет выполнять что-то обязательно, не имея на то оправдания. Пятое, машрует дефа'ан ль-мазлюм. То, что баракулуфикум узаконено защищать притесненного, то есть является обязательным защищать притесненного. Вагуу ваджибу, это является обязательным. Помогай своему брату, будь он притеснительным или притесняющим, притесняющим или притесненным. Шестой баракулфикум узаконено, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, то есть является желатином упомянуть довод, то есть тому, почему ты защищаешь человека, чтобы усилить свою защиту и чтобы это было спокойствием для тех, кто слышит, что ты защищаешь кого-то. Седьмое, фадыль, это Халид ибн Уалид, достоинство Халид ибн Уалиды. Восьмое, джавазу, тахамул закат мин ангайриги, то есть дозвольный выплачивает закат вместо кого-то. Однако этому кому-то надо обязательно сказать, что ты за него закат выплатил. Если ты за кого-то выплачиваешь закат, то надо сообщить, что ты за него закатывал. Таады мухак каламил лековни сыну лаби, то есть указание на величие прав дяди, потому что он подобен отцу. Указание на полноту поддержки родственных уст пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и его щедрости, которая привела в том, что он взваливал какие-то писательства, которые лежали на них, он взваливал их на себя. Одиннадцатый хикмат он написал в том, что он указал положение каждого из этих трех, с упоминанием разницы между ними. Следующий баракулуфикум 171 хадисов. Абдулла ибнезейд ибн Ассам рады и Аллаху анху каля Абдулла ибнезейд ибн Ассам рассказывал о том, что когда Всевышний Аллах дал пророку саллаллаху алейхи вассалям трофеи в день хунейна без военных действий, то он начал делить эти трофеи баракулуфикум в среди людей. Начал делить эти трофеи среди людей. Или же здесь под фаи имеется в виду, может быть, ганима просто, потому что при хунейне же битва была, то есть общий смысл фаи. А вообще фаи сам по себе от ганима чем отличается, фаи это то есть уберется без войны. Но иногда может быть ютлаку, то есть используется фаи в отношении ганима. И так же пророк саллаллаху алейхи вассаляма потратил, то есть деньги для того, чтобы сблизить сердца. Валям юртель ансара чаян и ничего не дал ансара. Факанна гум ваджаду фи анфусим как будто бы они обиделись. Излям юсибгум маасабан нас так как он не дал им то, что раздал людям. Фатахатабагум факаль и пророксал сам обратился к ним с хутбой и сказал Я Машир Аль-Ансар О ансары! Аля маджид кундуллялян фахадакум Аллаху би Разве я не нашел вас заблудшими и Всевышний Аллах повел вас мною? Вакунту матафаррикина фаалляфакум Аллаху би И вы были в расколе и Всевышний Аллах соединил вас мною. Ваалятан фаагнакум Аллаху би И вы были бедными и Всевышний Аллах обогатил вас по моей причине. Кулля ма каля шейн каля Аллаху арасулю аман Каждый раз, что бы ни сказал пророксал сам, они сказали Аллах, его посланник имеет больше права упрекать. Каля ма ямнаукум антуджибу Расулю Аллаху салаллаху алиссалям Каля Аллаху арасулю аман Он сказал Что вам мешает ответить посланнику Аллаху салаласам Они сказали Аллах, его посланник больше имеет права для упрек. Каля ля учитум культум Ля культум Если вы хотите, то вы можете сказать «Мы принесли то-то, то-то». Разве вы не будете довольны, если люди уйдут с верблюдами и баранами, «А вы вернетесь домой с посланником Аллаха». Братья, это обращение каждому человеку, каждому талибу ль-ильму, который изучает сунну пророка. Когда ты видишь, баракалуфикум, ты молодой, видишь, что твои одноклассники, твои однокурсники, те, кто живет с тобой в одном дворе, твои, баракалуфикум, родственники, твои ровесники и так далее, занимаются бизнесом, построили себе виллы, купили себе машины, и ты видишь на них и сравниваешь себя, свое положение, что они обладают всем этим, а у тебя нет ничего, кроме как изученного, заученного Кур'ана, заученного Бухари, заученного Муслима, и ты знаешь толкование этих хадисов и так далее, баракалуфикум, если шайтан к тебе приходит, если шайтан к тебе приходит и заставляет тебя печалиться, баракалуфикум, то вспомни вот эти вот слова пророка, аля тардауна, разве вы не желаете, чтобы люди ушли с баранами и верблюдами, а вы уйдете или вернетесь с пророком, салаллаху алейхи вассалям, в свои дома, а в наше время это кто? Что? Сунна пророка салаллаху алейхи вассалям. Сунна пророка салаллаху алейхи вассалям. Поэтому эти бараны, что взяли люди, во-первых, они съедят этих баранов, съедят этих верблюдов, они износят свою одежду, их дома разрушатся, или что-то с ними случится, и даже если они умрут, даже если ничего не случится, они не заберут с собой ни верблюдов могилы, братья, ни баранов своих могилы не заберут, ни дома свои, ни виллы, ни машины, ни свои огромные предприятия, ни свой бизнес, ни свои миллионы. Как сказал пророк, когда хоронит человека, его провожают три вещи. Его семья, его имущество и его дела. И остаются с ним одни, и возвращаются две вещи. Возвращается его семья, возвращается его имущество, и остается только праведные дела. И вот эти люди, которые расходятся в наши времена, как сказал пророк Слава Слава, с концаров, с верблюдами, с баранами, а в наши времена с вилами, с машинами, в красивых дорогих одеждах, ездят то туда, то в ту страну, то в эту страну и так далее. Варак Лауфикум все это они в могилу с собой не заберут. А мы, Варак Лауфикум, с сунной пророка Слава, мы с посланником Аллаха Слава Слава Слава, мы, братья с сунной пророка Слава Слава Слава, мы заберем все это, Варак Лауфикум, с собой в могилу. И, Варак Лауфикум, вы увидите с дозволения Всевышнего Аллаха Слава. То есть Аллах меня и вас сделает из обитателя рая, барак луфикум, братья. В каком положении даже в раю, барак луфикум, будете находиться вы, барак луфикум, и в каком положении будут находиться те люди, которые здесь были миллионерами, те люди, которые были миллиардерами, барак луфикум, даже рядом их имущество, их владение, несмотря на то, что владение будет огромным в раю, не будет рядом стоять с вашими владениями. И барак луфикум, вот человек богатый, то есть чтобы человек разбогател, сколько ему лет надо разбогатеть, Сколько он на это нервов потратил, сколько бессонных ночей, Бараклофикум, сколько на нервной почве заработал всяких болезней, Бараклофикум, сколько несправедливости, сколько совершил несправедливости, как много несправедливо поступили с ним и так далее и тому подобное. И все это ради чего, брать? И все это ради чего? И все это ради чего, Бараклофикум? Как много людей в наше время, как много мусульман, Бараклофикум, которые говорят, вот я разбогатею, начну тратить на пути Аллаха. Братья, это только кажется. сколько таких людей покажите вот на сегодняшний день кого вы знаете допустим вот даже вы лично или кто услышит записи вы кого-нибудь знаете в странах снг кто известен тем что много-много-много лет помогает барак луфикум на пути распространения слама кому даже вот на местном уровне человек известен тем что барак луфикум допустим или богатый какой строит мечеть привел туда имама барак луфикум человека зна из агли сунна расходовать на него содержит его вараку покупать не и он известен этим своим постоянством в этом деле вот сколько вы таких людей знаете улай братьев может быть на виссе снг даже одной руки руки будет много кто был бы известен такими такими вещами и варак луфикум и поэтому варак луфикум никогда не меняйте посланника аллаху саласым на барана феверлюдах никогда братья не меняйте на барана феверлюдах всегда оставайтесь посланником Аллаху, салаллаху, алейхи ассаляму. И эти люди, как я говорю, сколько они лет тут зарабатывают, Барак Луфикум, и все это у них тут остается. И потом Барак Луфикум, он зарабатывал, бедный человек, 20, 30, 40 лет зарабатывал, зарабатывал себе кучу имущества и умер. Все имущество осталось жене. И жена вышла за бездельника замуж, а тот ничего не делал. И потом балдеет. То имущество, которое ты, как говорится, через огонь, воду и трубы, водный огонь, как говорится, вода и медные трубы, ты прошел, чтобы заработать эти имущества. Ну, какой-то бездельник этим наслаждается, Барак Луфикум. Это грубо так говоря. Аллаху Мустан, Аллаху Мустан, поэтому никогда не меняйте. И это Барак Луфикум не значит, что братья, которые зарабатывают деньги, что все, надо отказаться. Нет, от мирского не отказывайтесь, но Барак Луфикум всегда у вас, пускай приоритетом будет посланник Аллаху. Пускай у вас приоритетом будет сунна пророка саллаху. Обязательно уделяйте время, обязательно уделяйте время изучение Судни Пророка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 в другом революте асхаби, асхаби. Пусть асхаби имеется в виду, что моя община, моя община. И ему скажут, то есть ангелы отведут, ты не знаешь, какие новости они сделали после тебя. Поэтому тот, кто не пьет из водоема на этом свете, а водоем на этом свете, то что? Сунна его, тот не будет пить из его водоема там. После того, как Всевышний Аллах открыл посланнику в месяц Рамадан восьмого года в Хиджре, вышел пророк Саусен в сторону племени Хавазин, которые собрались против пророк Саусен. И поддержали племя Хавазин, племя Сауф, Сауф, это племя Истаифа. Пророк Саусен встретился с ними, то есть два войска встретились в местности, который назывался Хунной. Фум Макканет, Аляхтыбут, Аляху, затем Всевышний Аллах Субханаталя одарил победой пророка Ваганим Аминхум Маганим, Кафиры, и Пророк Саусен наделил его огромным количеством трофеев. Ахасы Магабайнанас, и Пророк Саусен разделил Баракулуфикум все эти трофеи между людьми. Ваккан, Афим, Руасау, Хадис, Уадиби, Куфр. И среди этих людей были правители разных племен, которые недавно только принесла Яхтаджуна или Таалифе кулюбигим, которые нуждались в том, Пророк Саусен, то есть было в том, чтобы слонить их сердца к исламу. Для Ярца Хафия Алииман, чтобы иман укрепился, а Атавумын Абис, Саусен, Ва Аджзаля Лагумыль Атые. Пророк Саусен, мало того, что им дал, еще очень щедро им раздал имущество. Има Фидаль Кринал Масляха, потому что в этом есть какая-то польза, Ва Аталь Мухаджирина, Валям Юрталь Ансар Ишай. И дал, как же Мухаджирам имущество подел, но Ансарам ничего не дал. Ва Фигазе, хадис Юхбера Абдулла ибн Узейд Аннагум ваджаду фианхусим. И в этом хадисе Абдулла ибн Узейд рассказал о том, что сподвижники из числа Ансаров обиделись. Хайсулям юсибхум, то есть начали грустить, хайсулям юсибхум минальганима тимаасабан наса, потому что им не досталось, истрафеев то, что досталось людям, и мушаракатимляум фиалхиталь, несмотря на то, что они тоже участвовали в воинных действиях. Однако мудрость Пророка в подходе к вещам избавила их от того, что они нашли в своих душах. А Пророк собрал только их в одном месте, чтобы никого там кроме Ассаров не было, и обратился к ним с великой худбой красноречивой. Пророк, салаллаху, алейхи и ассалям, упомянул им о той великой милости, которыми наделил Всевышний Аллах Субхан Аталья с приходом посланника Аллаха Субхан Ассалям к ним. Ведь Всевышний Аллах Субхан Аталья повел их после того, как они, то есть по Пророкам, салаллаху, или по причине Пророку, салаллаху, после того, как они были в заблуждении, сблизил их после того, как они были в расколе. Варак Луфикум, Аус и Хазрич постоянно воевали между двумя друг другом. Аус и Хазрич постоянно друг с другом воевали, Варак Луфикум. Как я это упомяну, в книгах посередине. И обогатил их после бедности и они признавали, то есть те милости, Варак Луфикум, которые мы отделили, наделил Всевышний Аллах Субхан Аталья причиной, которыми был посланник Аллах Субхан Аталья. Однако пророк, салаллаху, алейфиусалим, потребовал, чтобы они ответили тоже, упомянув те благие качества, то есть, которые не теми благими качествами, которые были даны только им, и никто, помимо них, подобного не делал. Это очень важный вопрос. Вот воспитание пророку, саласам, сахаба. Однако они отнеслись презренно к тому, посмотрев на то, что они сделали с посланником Аллах Субхан Аталья по отношению к посланникам Аллах Субхан Аталья, если сравнить это с тем, какую милость проявил им Всевышний Аллах Субхан Аталья по причине пророку, саласам. Они же почитали, что даже если они что-то сделали в отношении посланника, поддержали его, приютили его, поделились имуществом, то это потому, что Аллах им эту милость проявил. И это очень важно в этом нам урок. Поэтому Аллах и его посланник больше имеют право, если что-то высказывать, упрекать, то это Аллах и посланник. И поэтому в наше время глубоко ошибаются те братья, которые Барак Луфикум помогают, дают садыка людям и думают, что они что-то хорошее делают. То есть имеют право после этого находят в душе желание упрекнуть этого человека в чем-то. И садыка брат Барак Луфикум не касается только в вопросах денег, это также касается помощи людям. То есть Барак Луфикум, вот ты помогаешь чем-то людям, не надо упрекать людей. В том, что ты им что-то помогаешь. Да я вот, да я для тебя то-то, то-то сделал, да я для тебя жизнь готов отдать, там и так вот, например, или я для тебя то-то. Зачем ты это высказываешь? Это Барак Луфикум, получается, ты это делаешь не ради Всевышнего Аллаха. И как жалко, столько усердия ты вложил человек, и твои дела ушли тщетно просто так, потому что ты упрекаешь. По идее, если ты что-то сделал для кого-то, Барак Луфикум, то это потому, что Аллах тебе милость проявил. И тебе, во-первых, надо благодарить Всевышнего Аллаха, Субханна Аталия, за ту великую милость, которую он тебе проявил, помог тебе сделать благие дела в отношении каких-то людей, помочь им чем-то, что-то для них сделать и так далее. Во-вторых, Барак Луфикум сказать этим людям спасибо, и не требовать ни в коем случае от них, Барак Луфикум, воздаяния и благодарности. Аллах, Субханна Аталия, сказал, Мы вас кормим только ради лик Аллаха, и не желаем от вас ни воздаяния, ни благодарности. Поэтому не жди никакой благодарности. Говорит, вот вы такие неблагодарные, допустим, кто-то говорит, по отношению ко мне. Нет, вы неблагодарный, Парак, я столько для вас хорошего сделал, а вы меня не благодарите. Нет, это неправильно. Этим самым Аллах сделал свои дела тщетными. Аллах, Субханна Аталия, что говорит? Я юлядина вану ля тубдалю садакатикум бельманни валь ада. Вот те, которые уверовали, не делайте тщетными ваши садака, вашу милостыню, будь это имуществом, или же делами, бельманни, то есть упреками. Валь ада и обидными словами. То есть обидными словами в наше время кто-то кому-то дал садака и потом думает, что у него есть право его обижать, его унижать и так далее. Знай, что Аллах сказал, что твои дела стали тщетными. И поэтому варак луфикум даже тот хадис, которым сказано о том, что ля яшкури ляхман ляшкури нас не благодарит Аллаха тот, кто не благодарит людей, это не для тебя хадис. Ты вообще про этот хадис забудь о тот, кто дает садак, о тот, кто помогает людям в чем-то. Будь эти люди твои родственники, будь эти люди твои родители, будь это люди твои дети, будь это люди твои братья, будь эти люди твои соседи, будь эти люди твои знакомые, будь эти люди твои учителя, будь это люди твои ученики и так далее и тому подобное. Этот хадис, Барак Луфикум, не для тебя, это хадис для них. Тебе приказано, Барак Луфикум, сделать добро и нам не надо от тебя ни воздаяния, ни благодарности. И поэтому ни в коем случае не делай тщетным свое садакать, упреками и неприятными вещами. Однако Барак Луфикум скажет, мы не хотим от вас ни воздаяния, ни благодарности. Мы вас кормим, мы вам помогаем, мы вам садак отдаем, только ради Всевышнего Аллаха. А ты, если ты из числа тех, кому помогают, если ты из числа тех, кому садак отдают, то тебе Аллах приказывает его благодарить. И ему приказывает не ждать этой благодарности, а тебе приказывает благодарить. Как рассказывал один шейх, Барак Луфикум, который посещал шейх Альбании, очень важно, это касается то лябль айлим. Потом посетил шейх Альбании, и когда они расставались, он взял его руку, лишь когда встретились, и хотел поцеловать руку шейха Альбании. И шейх Альбании убрал его руку, не позволил свою руку, не позволил ему поцеловать свою руку. И тогда этот шейх с удивлением спросил у шейха Альбании, шейх, это нельзя делать? То есть почему? Потому что этот шейх занимался в хадисе, знает о том, что Барак Луфикум подобное было у салифов, то есть когда ученик целовал, допустим, руку своему шейху, особенно если шейх в годах, целовал ему голову и так далее. Однако, что сказал шейх Альбании? То есть поэтому он удивился, что нельзя так делать? Он говорит, что ответил шейх Альбании? «Каждый делает то, что ему приказано». Какие мудрые слова, но он установил правила для талиба Лаима. Это, братья, одно из важнейших правил для каждого талиба Лаима. «Каждый делает то, что ему приказано». «Каждый делает то, что ему приказано». Что значит, что тебе приказано уважать ученых всеми возможными методами. Будь это даже такой метод, если это взрослый, тем более человек годак, поцеловать ему руку, то есть как родителю, или поцеловать ему голову и так далее. Ну и, соответственно, все. Уже не говоря про все остальные адабы, которые нужно соблюдать в отношении ученого, шейха и так далее. «Мне же, как ученому, приказано, что проявлять скромность». А, да, да, ответ. «Шейх, сейчас подожди, я рука загерошу, ты побольше мою руку поцеловал, так же? Понятно, да? И поэтому... «Ля туктылим садахатикам бельма неваляга». «Не делайте тщетными ваша сада, кабар-калуфикум, с чем упреками и обидами». То есть делаешь каким-то человеку что-то доброе, и потом начинаешь его обзывать. «Брат, сестра, Субхана, все твои дела тщетными становишься». Представь, в судно тень ты воскрес, в судно тень ты воскрес, «Аллаху субхану тарагет, кули гальну набьюкум беляхсарина амали». «Скажи, не сообщите ли мне тебе о тех, кто будет сам, и большого убыток понесет свои дела». «Аллявина дбалля саайюхм филхайтидуни». «Те стремления, старания, усердия которых пропадут». Они на этом свете что-то стараются, но они все пропадут. Но они думают, что они делают все хорошо. Они думают, что они делают все хорошо. Поэтому, Барак Луфикум, это очень-очень важный момент, с которым надо считаться. И вот тут вот шлейх Усамин как раз этот момент и упомянул. Барак Луфикум сказал, что сахабы почитали либо то, что они сделали в отношении того, что они сделали в отношении Пророк Саусам. Они очень много сделали в отношении Пророк Саусам. Если сравнить с той милостью, которую оказал им Аллах Субанаталия, то что они сделали по сути дела? Приютили человека, накормили его, защитили, сказали, и никто его не обижает. Правильно? Но Барак Луфикум, они почитали это, то есть сравнить с той милостью, что Аллах Субанаталия, они были, Барак Луфикум, заблудшими и стали на прямом пути, и, соответственно, все из обитателей рая, и еще где обитатели рая, из подвижники Пророка Саусам. Постоянно жили в войнах, жили в одном городе, и постоянно друг другу заявали, никакой безопасности не было, и Аллах Субанаталия обезопасил Барак Луфикум. Были бедными, нищими, Аллах Субанаталия, через Пророк Саусам их обогатил, и так далее, и так далее. То есть, польза как на этом, так и на том себе. Либо же, как говорит Шиху Феймин, то, что даже если они сделали что-то для Пророка Саусам, то это не от того, что мы такие вот красавчики, имеется в виду, современным языком, если разговаривать, не от того, что мы такие вот, а от того, что Аллах нам милость принял. Точно так же, поэтому ты, если кому-то садок отдаешь, если ты кому-то чем-то помогаешь, это не от того, что ты хороший, не от того, что ты хороший, это от того, что Аллах тебе милость внушил, вот в этот момент быть хорошим и помог тебе сделать это благое дело. И поэтому, благодари Всевышнего Аллаха Субанаталия. И ни в коем случае не жди благодарности от людей. Ни в коем случае от благодарности от людей. Не жди. Багар-Калуфик. Сумма. Инна гу салваау салям ба инна гуа бина все и тиль каляфаль. Затем правоксал сам сам вместо них разъяснил, какое благо они сделали в отношении правоксал сам. И он успокоил их. То есть упоминаем, что те трофеи, которые не достались, они исчезнут. Потому что вместо этого имущества Аллах им дал то, что лучше всего этого Дуня. Ведь все люди уходят с имуществом, а они Ансару уйдут вместе с посланником Аллах Субанаталия. И он говорит, что он жил вместе с ним. И он сказал, что если бы не Хиджра, то он был бы одним из Ансаров. Из-за силной связи с ним, из-за того, что он близок ним. Мать же у него была из Медина же. Мама же у него Амина была из Медина. И пророк саллаусаммр уподобил Ансаров, то есть по отношению к другим людям, уподобив одежду. Алядия Аль-Джаса сказал, что Ансары как та одежда, которая прикасается к телу. В отличие от других людей, которые подобны наружной одежде. Ванна нас ляусалек увадин, ушибаны, что если люди пойдут по каким-то канавам или по каким-то долинам, по каким-то долинам, ля салека маесту кунеса, то пророк салсам пойдет по тому пути, по которому пошли Ансары. Сумма ахбара гумбима саянали гумбааду миналь атферати алейхим. Потом пророк салсам сообщил о том, что придут времена, когда их будут лишать их прав, льеста, идду, льдалик, чтобы они готовились к этому. Видите, не приказал им объявлять голодовку, выходить с демонстрациями, пока не встретят его у водоема в судный день. И после этой хутбы великой Ансары проявили довольство. И они поняли, что они самые счастливые люди в вопросах трофея. Самый великий трофей, если можно так назвать, достался им. То, что, барак луфикум, верующие, они являются обладателем права на удел Всевышнего Аллаха Спонтану. И поэтому, барак луфикум, те трофеи, которые верующие получают из имущества неверующих, называются фа и фа и то, что вернулось. Значит, получается, в своей основе то, что у неверующих, это в своей основе предложит верующим. И поэтому, когда Аллах берет у неверующих, вернулось имущество к верующим. Второе. То, что мудрость пророка, который произвел в том, каким образом пророк поделил трофеи, в соответствии с пользой для ислама и мусульмана. Третье, ма'рифату му'алляфати кулюбугум То есть в хадисе указание на понимание Такого вопроса, кто такие баракулфик му'алляфат кулюбугум То есть те, чьи сердца хотят сблизить То есть Всевышний Аллах С.W.T. говорит Иннамас садакату, люльфукараю, масакину, валамилин, алейху, му'алляфату кулюбугум То есть му'алляфати кулюбигум То есть мы теперь поняли, кто это из аят Из этого хадиса, то есть это все аяты Четвертое, иннагум юртау намаях сулюбигита алифу инкафир То, что им надо давать столько, говорит Сколько имущества, сколько станет причиной тому, что сблизится сердца Даже если это будет много имущества Багатани, файдатани, вахкалис, варраби, эти две файды И третье, четвертое, махалис тишадбин хадис То есть все это взято баракулфиком из хадис То есть то, из-за чего этот хадис приведен в этой главе В главе о закате Пятое, аннагуля ляума алалмар и фехузниги аля махасал али То есть нет порицания человеку за его грусть В том, что с ним произошло баракулфиком Шестое, хуснури айти нависал сам для саби То есть красота подхода пророка салаллаху салям к своим сподвижникам Седьмое, хикмату фиму аля жалью мур Мудрость пророка салаллаху салям Или вообще следует соблюдать мудрость То есть исходя из сунны пророка салаллаху салям В лечении любых проблем Восьмое, джавазу ахди аль-джалеса туль-хаса Дозволенность баракулфиком собирать отдельные мазисы То есть собирать в отдельном мазисе отдельных каких-то людей Если в этом есть пять мостах Потому что пророка салаллаху салям собрал в этом мазисе только ансаров Девятое, ахриму минна тилля и тааля Уминна тилля и тааля уминна тирасу ля салам аля ля салам аля ля салам Скромный спорок салаллаху салам и то, что он признавал то благое, что люди делали в отношении его Одиннадцатая фадуля ансаров Указание на достоинство ансаров То есть достоинство сподвижников ансаров Из-за их близости к посланнику Аллаху салаллаху салам Из-за того, что они любили бахаралку салаллаху салам Двенадцатый машруетели атизары ля гайри минфели ма юхзиного То есть то, что указано баракулфиком Упомянуть свое оправдание, если ты сделал что-то такое, что могло опечалить другого человека То есть если ты сделал что-то такое, что могло заставить расстроиться другого человека Надо что-то такое сказать, как бы оправдать себя То есть почему ты так сделал, чтобы он не расстраивался Тринадцатая баракулфиком То, что узаконено успокаивать верующего, если он пустил что-то из мирских вещей Напоминай ему о том имане И тех благих делах, которые он совершает И той наградой, которая будет дано ему за эти дела То есть напоминай ему об этом И даже если ты что-то упустил из мирского Но у тебя иман есть, у тебя благие дела есть, тебе награда за них есть Чтобы его успокоить Четырнадцатая мухаджирина Афдуллимин Аль-Насар То, что мухаджир лучше, чем Аль-Насар Он написал салам Где у вас же не следует, потому что Прабху Саусам не отказался Баракулфиком от описания мухаджира То есть он же мухаджир, Прабху Саусам Несмотря на из-за сильной любви к Аль-Насару Он сказал, если вы не хиджра, то я был бы одним из вас Значит хиджра выше, чем положение Аль-Насара То есть чудо, явное чудо Прабху Саусам Которое произошло в том, что он сообщил с Аль-Насаром о том, что действительно в будущем потом произошло То есть что дозволено упоминать другому о том, что с ним было Будет в будущем из чего-то неприятного Ли стоит для лягу, чтобы он готовился к этому еду На все вали и готовил себя для этого Баракулфиком Поэтому, когда говорим, что братья вам сюда когда хотят ехать Вы им говорите, брат, здесь как плохо Здесь жарко, здесь кушать нечего И так далее Видите, в Аль-Насаре у нас есть Учеба Саабра Аль-Насаре В 17-е это то, что узаконено Баракулфиком Терпеть при несчастьях В 18-е идба тульба Указание на воскрешение в судный день В 19-е из баута Пророк Ему будет дан водоем в судный день